В этом видео я хочу рассказать о персональных тренировках и подходе к ним. Начнем с того, что персональная тренировка – это работа с телом и с сознанием. Но тренировка должна строиться под эгидой какой-то цели. Если мы говорим про персональную тренировку по боксу, то логично было бы предположить, что эта тренировка направлена на формирование необходимых качеств, навыков для участия в соревнованиях по боксу, для участия в боксерских поединках. Но, как складывается практика, чаще всего персональная тренировка не выходит за рамки общения, работы обучающейся и тренер. То есть, следовательно, эта тренировка не преследует цель участия в соревнованиях. Ну и отсюда вытекают самые разнообразные смыслы. То есть, мы уже не тренируемся для бокса, мы занимаемся некими боксерскими практиками. То есть, делаем упражнения, присущие боксерам, обучаемся техникой нанесения ударов, защит, тем самым делая наше тело более послушным, пластичным, гибким. Обучаемся реагировать и снимать стресс. Вот в целом, если рассмотреть эти боксерские практики отдельно от главной цели бокса. Вот. И, соответственно, у меня такая мысль возникает сейчас. Если мы работаем над этим, то почему бы не сделать эти тренировки максимально вариативными и индивидуальными? Начиная от содержания тренировки. То есть, человек, который приходит в зал на персональную тренировку, называет вещи своими именами. Вот. Хочется ему снять стресс. Это главная цель, да. Значит, тренировку будем строить под эту цель. И никаких иллюзий, да, насчет того, что мы же в этом случае не к боксу готовимся, мы снимаем стресс. Или мы там хотим сделать наше тело более пластичным. Соответственно, мы работаем над пластикой движения, над естественными движениями, над биомеханикой движения. Вот. И это уже будет называться боксерской практикой. Боксерские практики, применение боксерских практик в персональной тренировке. И в этом ключе, если мы построим тренировку, мы сможем договариваться. Это время тренировки, стоимость тренировки, содержание тренировки. Ну и, соответственно, какие-то брать замеры того, как эта тренировка влияет на выполнение поставленной цели и задачи. Поэтому у меня такое предложение к тем, кто хочет заняться персональной тренировкой. Напишите мне в сообщении ВКонтакте или оставьте комментарий под этим видео, что бы вы хотели увидеть в персональной тренировке. И как бы ее построить с вашей точки зрения. Спасибо.